А что у вас по скифскому? Ну, у меня предскифский культура Саяна Алтайского региона. Кутува, Алтай, Монголия. Предскифский. То есть, скифскими, вот, мне интересно само название, типа, что относится скифским. Так, саму скифью Геродот определяет четко от Дуная до Дона, вот. Ну, это Геродот, скажем так. А скифы как археологическая культура от Дуная до Забайкалья. То есть, собственно, скифы. Собственно, скифы как археологическая общность. Именно археологическая, потому что, как вы понимаете, кроме археологии у нас от них, мягко говоря, немного. То есть, есть китайские источники немножко письменные, есть немножко иранские источники, есть немножко греческие, но это все. А вот, сами скифы, к сожалению, писать не умели, не хотели, и нам к себе... Ну, это понятно. Ну, вот смотрите, вот интересует такая вещь, вот, например, даже алтарские, те же там, скифы на Алтае, то есть, там даже скифская вот эта принцесса, что была найдена, так дальше. Что такое? Не наступайте на больную мозоль. Ну, тетка среднего класса, 25 лет от роду, два раза рожавшая, помершая от рака груди. Ну, суть. Принцесса. Суть. Я хотел спросить, именно вы говорите, правильно, археологически, то есть, там, звериные стили, это как основа. Но, вот, даже если взять тех же скифов на Алтае, и тех, что возле там, при Черноморье, да, то вот эти там, я не знаю, как они точно называются, то есть, как бы, вот эти там навершия, да, на коня, там, головной убор, так дальше, он же кардинально разнится. То есть, алтарские скифы, они отличаются конкретно от при Черноморских. Они довольно значительно разнятся, естественно, ну, потому что это географические отличия, во многом это хронологические отличия, да, то есть, то, что у нас хранится в музеях там России, Украины по причерноморским скифам, оно достаточно позднее все. То есть, если мы берем там скифов алтайских, тувинских, то там во многом это все раньше лет на 200. Это какой век? Ну, Аржан-2, например, это у нас середина 8 века. Середина 8 века. До нашей Али, получается. Ну, конечно. То есть, это когда, собственно, скифы только приходят на территорию Украины, там, отбивают, а-ля отбивают Кемерицу. Да, видимо, все-таки чуть раньше, потому что курган Аржан-1, это там же в Туве, он дико разграбленный, это дерево-земляной курган, раскопан Грязновым еще в 60-е годы, он 9 века. И в нем захоронены лошади, которые, там несколько суток лошадей, там 200 с чем-то, которые, некоторые из которых, то есть там несколько камер с лошадьми. Вот в одной из этих камер, ну, явно подарочные лошади, лежат лошади, которые выросли в северном Приазовье. То есть, это территория, грубо говоря, там, северное побережье Азовского моря, там, Таганрог, Азов, то есть, кто-то ведь пригнал этих лошадок в Туву для того, чтобы зарезать на похоронах царя местного. Ну, понятно, это кочевье осуществлялось постоянно, в принципе, возможно, вполне. Но, как раз таки, в этих веках, собственно, и появляются скифы на территории Украины, то есть, таким образом, ну, они, как предполагают, что они, как бы, пришли где-то там, то ли из Средней Азии, то ли вообще где-то там от Монголии, я не знаю, ну, короче, где-то там сдалека. Скорее всего, из Монголии. И они, получается, как бы, как бы разделяются, да, то есть, тот. Но все равно... Судя по торговым связям, они не сильно это разделяются, то есть, опять же, предметы довольно быстро перемещаются из точки А в точку. Ну, мы говорим о том, что, получается, мы имеем в виду какие-то общие, схожие там, ну, да, звериный стиль, это находки звериного стиля, которые более-менее, они, как бы, относятся к одному. Но по этносам, да, по каким-то этническим группам, это же абсолютно разные народы были. То есть, если, например, взять монету римскую, да, я привожу пример, римская монета, она торговала очень хорошо с соседями. Монеты эти, на территории Украины, их очень много, римских монет разных. Вот. И если мы найдем, например, монету, ну, у нас находят монеты, там, Полтавская область, уже они там заканчиваются. Вот. Это самый восток. Если мы находим монету на поселении римскую, мы ж не скажем, что это все римляне. То есть, это вследствие торговли попадает сюда, и все равно оно относится к Риму. Звериным стилем разве не так? Разве не так же может быть? Нет, но это все-таки предметы обихода, это все-таки культовые предметы. То есть, если вы христианин, вы не будете носить на себе, грубо говоря, тот самый шлем с надписью Аллах Акбар. Не понятно. Соответственно, применять предметы, не относящиеся к вашей религии, вы вряд ли будете. То есть, если там уважание втором. Таким образом, вы как раз-таки за шлемами ерихонские подтверждаете эту мысль. Да. Ну, по ерихонкам надо внимательнейшим образом прочитать, потому что, опять же, ну, сами понимаете, там надпись Аллах Акбара, иконка Архангела, там, то ли Михаила, то ли Гавриила, они трудно констрактировать между собой. Симбиоз какой-то. Вот вопрос, понимали ли те, кто носили эти шлема, то есть, может быть, конечно, и понимали. Да, сто процентов. Должны были понимать. Сто процентов. Потому что языки все-таки тогда знали. Конечно. Ну, тем не менее. Ну, так вот. И, соответственно, если скифский царь у нас там весь расшит этими несчастными какими-то золотыми кабанчиками, ну, просто наберите там Аржан-2, например, погребение, посмотрите, что там мы нашли. То есть, там 26 килограммов этого желтого металла. Вот. То это вот звериный стиль. Но при этом почти все эти предметы, которые в Аржане-2, они сделаны для похорон. То есть, у них нет следов износа. Ну, то есть, если у вас золотой гребешок, и вы им регулярно вычесываете волосы, то будет понятно, что вы им вычесываете волосы. Если сделали золотой гребешок и положили в могилку, и им никто не причесывался, это тоже будет видно по предмету. Вот там есть предметы, которые использовались, а есть предметы, которые не использовались в могиле. То есть, то, что делалось только для похорон. Там янтарь, там, например, он с территории Польши в могиле. То есть... То есть, мы можем сказать, что скифы, а то все же более даже и какие-то религиозные, языческие какие-то общие... Это археологическая культура. То есть, это люди, которые имели определенный образ жизни. Причем, если до недавнего времени скифы у нас это кочевники-скотоводы, то сейчас у нас скифы плавно превращаются в кочевников-охотников. Потому что по отложениям зубного камня, в основном, они в качестве белковой пищи употребляли мясо диких животных. По ДНК-анализу в могилах с ними были положены куски мяса диких животных. То есть, сейчас у нас из почвы есть возможность выделить ДНК и определить, из чего вот это вот перегнуть, грубо говоря, почва содержит, из чего она состоит. Ну, хорошо. Я вас понял. Вот, например, если мы берем Украину, я по Украине как бы чуть-чуть там может что-то знаю в общих чертах. Вот есть у нас скифы, разделяются, ну, собственно царские скифы, ну, собственно скифы. Ну, вот, есть скифы пахари, скифы врачи. Ну, то есть, получается, что одни, понятно, это как раз таки такой образ, более кучевой, более, ну, то есть, они как бы контролировали вот этих остальных скифов, которые их называли только вот, мы скифами их называем, но они по факту это же земледельческие культуры. То есть, у них там свободно все присутствует, что не относит к этим особенностям, скифам, собственно, их также называют скифами. А вот это как раз большой вопрос. Ну, во-первых, нужно искать поселения, а во-вторых, вполне возможно, что Геродот таким образом, это из Геродота, ну да. А вполне возможно, что Геродот таким образом просто назвал подвластное этим скифам местное население. Да, да. То есть, это наследники той самой какой-нибудь там трипольской культуры, грубо говоря. Не трипольской, там у нас были ямная, срубная, какая еще, господи, забыл, тоже была, еще одна была. Ну, в общем, вот этих бронзовых, трипольская, она как бы не совсем сюда. вот. Но он же так же называет, то есть, и те скифы, и те скифы, все скифы. И даже города в скифах есть, хотя какие города в скифах. Вот. Хотя города действительно были. А в поздних скифах, то есть, у нас же потом, когда приходят сарматы, там, да, скифы... Не, ну, поздние скифы, там уже, это то, что, ну, это эллинизировано. Да, это эллинизировано. Не совсем скифы. Да. Вот. А так, ну, скифы, во-первых, если мы берем там, с точки зрения расового типа, там, как бы, как собаковод сказать, экстерьера скифов, то есть, внешнего вида, то он очень сильно меняется. Ну, пока мы копали в Туве, у нас была возможность построить всю железную дорогу, у нас была возможность сделать сквозную генетику среди всех археологических культур, вот, там, предскифских, там, периода, там, неолита, фактически, до, там, современных более-менее персонажей сделали сквозную генетику, так они практически все родственники по женской линии. Притом, что расовый тип, расовый тип несколько раз менялся. То есть, там были европеоиды, пришли монголоиды, потом опять пришли европеоиды, потом опять пришли монголоиды по расовому типу. А мужики меняются, а женщины остаются на месте. То есть, получается, что просто принесли, как бы, какая-то группа людей, принесла свой образ жизни, свою культуру и так дальше на местные, на местные какие-то племена, которые, ну, потом там связи, да, создаются и так дальше, и все это перемешивается. и, собственно, собственно, уже, как бы, мы говорим, но сказать, что скифы, скифы там, да, скифы, где-то там на востоке, да, и скифы вот на, если нас брать, это запад. Общий, общий культурный уклад жизненный. Но, да, то есть, имеет ли они при этом общий язык? Ну, это разные народы, все. Они имеют общую, точную, они имеют торговые связи обширные, то есть, причем вот, мгновенные торговые связи, потому что лошадки очень быстро перемещаются. А греческие вот какие-то там изделия попадаются где-то на этих, на восточных? Греческие нет. У нас практически все, например, если вот мы берем скифы у нас, бирюза афганская, янтарь польский, ну, польский, западноукраинский, вот тот, который подземный янтарь, не который двери, как море, как под землей, можно покопать. Золото в большинстве своем местное, но некоторая часть золота иранская, ну, то есть, у того же царя, например, Паржану Второму, там шейная гривна, полтора килограмма, золотой обруч, что-то это убить можно, этой фигней. Он имеет четкие следы износа, ремонта, вот он сделан в Иране, он явно иранского происхождения. Чашечка, тоже, скорее всего, которая использована, тоже имела следы износа, нас потом чуть не убили химики за то, что из этой чашки водку выпили, потому что всем очень хотелось знать, что в этой чашке было до того, как мы туда налили. конечно. Вот, но как-то, товарищи начальники, у нас на радостях ответили. То есть, понял, то есть, смотрите, а вот вам известны там те же пазарикские курганы, типа курганы, где, собственно, уже находили скифов и сохранились в общем татуировки на телах. Ну вот, собственно, одна из этих, это та самая скифская условно-принцесса, которую сейчас убьют в Горноалтайске с гарантией. Просто институт, который Владимира Ильича у нас содержит, Ленина, они ее, конечно, хорошо обработали, пока она лежала в Новосибирске, но все равно уход нужен, то, что отдали в Горноалтайске, это преступление против науки. Вот это вот оно относится к числу пазарыкских курганов. Слово пазарык на тюркских языках, то есть и на туинском, и на алтайском, оно и означает курган. То есть долина пазарык это долина курганов. Соответственно, там не во всех курганах далеко сохранилась органика, имеется в виду такие мягкие ткани кожи с татуировками, а только в тех случаях, когда хоронили в затяжную весну. То есть когда весеннее оттепель, похоронили, потом похолодало, талая вода, которая залила могилу, замерзла, все бинго, что называется. Вот таких погребений несколько, но вот одно самое известное женское, и несколько еще персонажей лежат в Эрмитаже, которые просто усохли во льду, ну, собственно, в вечной мазоте, и они в Эрмитаже лежат с татуировочками. Да, очень интересные татуировки. К сожалению, вот таких татуировок в европейской части у нас нет. не сохраняются условия, не те, чтобы сохранились подобные ткани. Нет вечной мерзлоты под Херсоном нет пока. Да, да. Вот. Поэтому это похожая ситуация с берестяными грамотами, которая сохраняется в том же Новгороде, но не сохраняется в Киеве или где-то, ну, в общем, южнее. Вот это условия очень... Самые южные берестяные грамоты у нас найдены в Москве, по-моему. В Москве есть две или три всего находки берестяных грамот. Вот в Новгороде, ну, просто Новгород, когда копаешь, там ощущение такое, что в мукрых опилках руками водишь. То есть в раскопе все, все, мукроопилочные все сплошненько. Ну, конечно. Там отличная сохранность. Конечно. А так, нет, из интересного, например, в Судаке найдены нижние челюсти белого медведя. В Судаке? Ну, под Судаком, там Босфорское царство, второй век до нашей эры. То есть белого медведя это какой, за какой период? В смысле? Ну, какой период? Второй век до нашей эры. Второй век до нашей эры. Не раньше. Белый медведь. То есть в этих словах? Воздикает, вот это зверинец. Мы копали зверинец. То есть это куда? Не, ну, я имею в виду, может это какой-то, может это какой-то вообще палеолит там или что-то другое. Нет. Нет, это зверинец Босфорского царства, куда сбрасывали умерших животных. То есть леопарды там никого не удивляют. Вопрос, сколько стоит? Зависит. Белый медведь у этого вопрос очень интересный. Ага. Не, ну это вообще очень интересно. Это странно, как он вообще туда попал. Вот куда он попал? Купили, как попал? Купили. Ну, купили у кого? То есть это вообще на севере, не знаю, где можно медведь, я поймать. Вообще интересно. Ну, это к вопросу о торговых связях. То есть там. Ну, Босфорское царство, Босфорское царство мне интересно еще тем, что там, например, у одного царя было Рукоспорида, блин, не помню точно, как его звать. Рукоспорида, у них такие имена. Так там у него возле его как раз таки бюста, да, какие-то тризуб, тризуб есть. Вот. И интересно, интересно то, вот я хотел просто проинтересоваться, вот, например, мы же берем, берем, например, князей киевских, да, мы знаем, что есть там печатки какие-то, есть какие-то эти двозубы, там, Святослава, Вигаря появляется, там, псевдодерхем тоже вырезаны, двозубы. А тут, короче, как-то Владимир сходу начинает чеканить монеты с тризубами. Вот. То есть, были себе двозубы спокойно, существовали, а потом появляются тризубы. И интересно то, что он, собственно, крестился в Херсонесе, вот, а Боспольское царство, это, собственно, оно, как бы, туда заходило. Вот. И интересно, может ли быть какая-то связь между монетой там, третьего-четвертых веков, где в царе есть тризуб? Что он, что, что, что он, он же что-то означал? Резко сомневаюсь. Ну, скорее всего, у этих товарищей тризуб означало банального Дептуна, ну, в смысле этого, Посидона. А у Владимира, скорее всего, количество элементов на геральдическом узоре в раннее Средневековье, чем больше элементов, тем более младше это ветвь в семье. Потому что у Ярополка, соответственно, двузуб. У Олега мы не знаем, по-моему, печати, я имею в виду Олега Святославича. Вот. Соответственно, у Владимира уже тризуб. То есть, скорее всего, это просто свидетельство более младшей веточки Рюриковичей. Потому что печати Ярополка, они вполне себе известны, печати, соответственно, Святослава, по-моему, тоже есть где-то. Ну, то есть, тут вопрос в том, что изменяется сразу с двузуба, сразу на тризуб изменяется, потом, как бы, коррелируется, там разные, вот, Ярослава тоже тризуб, но уже другой формы и так дальше. И тут вопрос, почему, почему так изменилось, если это какая-то наследственность идет, типа, почему изменять так, собственно, знак? Это законы геральдики раннесредневековой, когда, опять же, чем более простой герб, вот раннее средневековье смотрим, чем более простой герб, тем более знатный персонаж. То есть, у самых родовитых средневековых персонажей у них гербы были максимально простые. Ну, там есть даже, кроме вот этих двузубов, есть же даже, есть же даже там относят то ли к Ольге, то ли к Светлополку, в общем, относят, что был какой-то вот птица какая-то, да, но есть тоже, опять-таки, на дирхемах сделанная птица такая в форме секиры, ну, как можно это описать, ну, вот, и также есть там найдена геральдическая подвеска также с этой птицей и двузубом еще. То есть это тоже мы говорим, что уже какой-то другой знак, то есть они как-то коррелируются. Ну, вот картинка с этими, картинка с кучей геральдических значков как раз у Реликевича. Вот. А вот то есть это и из церквей разных прорезей со стенок и из печати. Это точно уже позже, это точно уже то, что уже позже. Вот. А до этого естественно естественно чуть-чуть по-другому было. А вы вот говорите типа о Рюриковиче, когда вообще Рюриковиче, они же не упоминаются в летописях. Можно ли говорить о том, что это существующее реальное название, когда это легендарный персонаж, но вот никто же не ориентируется в истории на легендарных персонажей и не берет одних династий. Фраза Рюрикович и мы это уже к Ивану Васильевичу, который в Булгакове меняет профессию. А соответственно естественно себя они называли по именам своих дедов не больше. То есть отсюда всякие Ольговичи, Мономашичи и тому подобное. То есть дальше они не сильно отслеживали. Но при этом генетика этих Рюриков всех, она говорит нам ну в смысле Рюриковичей, она говорит нам, что как минимум от уровня Ярослав Мудрый он у них общий предок. То есть хронологически примерно ко времени Ярослава Мудрого относится их общий предок. Проблема в том, что тот Ярослав Мудрый, который сейчас находится в Киеве, он немножко не Ярослав Мудрый. То есть тот, кого там открывали в начале 20 века и по кому Герасимов лепил свой портрет, он не имеет отношения к тем костям, которые там есть сейчас. То есть там потеряли куда-то Ярослава Мудрого. Так Ярослав уже до Америки уехал. Там по нему уже 3D-модель сделали. То есть эта лепка чуть-чуть не пошла. Там уже нормальные криминалисты сделали 3D-модель, где уже действительно видно. Но вообще-то методика Герасимова сейчас во всем мире все равно используется. Только сейчас капитализировано. Не спорю, он же Ивана Васильевича лепил и его сына Федора Ивановича лепил. Он много кого лепил. Боголюбского лепил, всех почти там лепил. Он очень плодотворный был. Он там по 2-3 бюста в год делал. Он там работал не покладая руками. Ну, это не только он, там ученики. Это все до сих пор вполне себе работоспособно. Проблема в том, что иногда их раскрашивали не очень правильно. Потому что мне это как раз из работ Герасимова более интересные всякие товарищи скифы. И если я вот по Челепу вижу, что ну, он европеоид. Вот европеоид этот персонаж. Чего ж ты ему глаза-то такие узкие или... Ну, понятно. Ну, вот сам вопрос просто по Рюриковичах. То есть появляются они тогда же, как и всея Руси титул. То есть это привязка, попытка привязки к собственному Коруси. А самих князья они себя Рюриковичами вообще не идентифицируют никогда. Ну, я не уверен, что именно термин Рюриковича появляется тогда же, когда и всея Руси. Я вообще не очень помню. Ну, Иван Третий уже это использует. Васильевич точно использует. Именно Рюриковича? Да, он привязку уже шел. Вот я наследник Рюрика, а Рюрик наследник Юлия Цезаря. Вот такая была тактика. Да, это такая тактика. А так нет, они себя, свою родословную они прекрасно знали, то есть все они себя уж точно к Ярославу в мудрый углу подтягивали, ну и, соответственно, там младшая ветка Мономашичи от второй жены Мономаха, то есть первая жена Мономаха, это гида Горолис Доттер, а вторая, соответственно, которая там половчанка какая-то. Вот. От нее, соответственно, Юрий Долгорукий. Не, ну эти все там видно, что они там называют Ольговича, там еще кто-то, но именно Рюриковичей как такого оно не существует, то есть это просто банальный уже поздний термин, он как бы к реальности не имеет никакого отношения. В начале они действительно были, мягко говоря, не уверены в факте существования Рюрика. Не знали, что такое вообще было. Нет, не знали. Ну, то же самое «Овесь временных лет» написано при дворе Ярослава Мудрого. То есть начальный Киевский свод там записан соответственно при позднем Владимире где-то. Ну, это все намного позже, но тут же есть еще слово про закон и благодать, слово о законе и благодатье, то есть это торжественная речь митрополита Киевского Илариона Ярослава. И он там упоминает всех, кого типа, ну как бы знает. То есть он пишет, что земли Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава и вот собственно этим заканчивается. Ну вот еще упоминает бабу, ты же с бабой твоей Ольгою принесша крест от Нового Иерусалима. То есть вот это всех, кого он упоминает. Дальше ничего нет. Ну, во-первых, я думаю, что ошибка в языческие глубины углубляться церковному деятелю митрополиту Илариона не очень хотелось. Хотя если мы будем пытаться отождествить Юрика... Но Игорь же тоже, как бы, и Святослав, как бы, не совсем христиане. Ну, у Святослава... Как это? У Игоря и Святослава мама и жена вытягивают, что называется. То есть Ольга этих двоих вытягивает. Но сами же они язычники. Сами же они язычники. А вот тут вопрос, например, с очень высокой долей вероятности, ну, эти-то да, а вот Ярополк, например... Ярополк-то понятно, там... Скорее всего, был уже христианином. Да, там скорее всего, да. С высокой долей вероятности. Просто особенность крестьянства на тот момент для языческих вождей, она такая, серия. Ну, тот же самый Рюрик Ютландский, который Рюрик Ютландский, нам известно минимум о том, что он два раза крестился. Ну, то есть и серия вот тут крестился, там крестился. Ну, это удобно. Рубашку за крещение дали, там рубашку за крещение дали. Не, ну, вообще там вроде как было, я не помню, где-то слышал, что было как бы принцип такой крещения, что был первый этап крещения и второй этап крещения. То есть те, кто как раз таки мог пройти... Я не помню точно как было. Там даже в повести упоминается... В повести, да, упоминается, что вот, собственно, Заярополка, что он упоминается как бы, что там перевезли его мощи, там взяли, да, типа там Владимир, или кто, я не помню точно. И там как-то упоминается, я уже не помню точно, что это можно было делать с христианином, но только с тем, кто крестился вот как раз такие раз. То есть он прошел как неполное крещение, вот, но это еще в те времена так было, то есть сейчас уже такого нету. А раньше как раз так проходил вред крещения. Я вот точно не скажу, точно не скажу. Вполне возможно. Да, каким образом. Так что... Нет, ну, например, если мы берем там какой-нибудь век 14-й, то зачастую крещение, оно практически предшествовало некоторых персонажей свадьбе, то есть крещение было достаточно поздним в обретах. И есть свидетельства в соответствующих книжках. Ну, понятно. Вот, ну, это, мне кажется, крещение, это более, я же говорю, я же говорю, вот эти, не знаю, как соглашение, проще было, проще было контактировать как-то с... С греками? С греками было больше контактировать. с Византией, там, с этот, и тот же Владимир, это просто как, больше, как какая-то легитимизация собственной власти, то есть, какая-то, чтобы в союзе, ну, приблизиться к империи. Владимир вообще практически все делал для того, чтобы войти, скажем так, в когорту наиболее влиятельных во всех смыслах политиков мира. Он крестился, то есть, вошел в монотеистическую религию, он делал собственные монеты, а монеты на тот момент делали, собственно, пять человек в мире, багдадский халиф, византийский император, император священной империи, я там, второе в то время, и, кто там еще, китайский император, Владимир, в хорошую компанию. Он попал. Когда смотришь наш фильм «Викинг», у нас там фильм есть идиотский, «Викинг», вот, с Козловским, соответственно, в главной роли, нет, Козловский хороший актер, конечно, вот, но когда там показывают какого-то истероидного подростка, как сказать, Владимир, он имел чувство собственного достоинства явно выше, чем... Понятно, я не смотрел, не смотрел, не знаю, что там было, конечно, но... Не рекомендую. Понял. Но вот интересно мне просто тут тот факт, что, например, даже вот этих всех князей, да, типа, русских, там у них были там вот эти, опять-таки, монеты, если берем монеты, три зубы, три зубы, двозубы, кресты, там, все, что угодно на них ставилось, потом это, естественно, там, безмонетный период, там, гривны и так дальше, просто слитки, но потом вот, собственно, три зубы этот исчезает, то есть его, его как бы никто особо не использует, ну, там он вроде как бы появляется в литовскую еще какого-то, то ли там появляет этот, как дополнение, но как бы про него забывают на века. Вот интересно. Во-первых, потому что это дохристианский, это языческий символ, если мы берем родовой знак Рюриковича, а в христианстве уже как-то было, не совсем. Но Владимир же крестится и одновременно берет вот этот вот этот три зуба. Скажем так, он продолжает его использовать. Но два зуба до него был, а тут три зуб, то есть он как бы может это как раз-таки у нас после Владимира многие князья, они были, назовем так, условно крещеные, потому что как там у нас Ярослава назвали, который мудрый? Ярослав, это же имя не христианское. Ну, там и у Владимира было имя Василий как бы по хрещению, как хрестился. Так вот, Ярослав мудрый, у него три имени, ну, как положено любому приличному князю, да, христианское у него имя Юрий, а в монашестве, то есть перед смертью, он Василий. то есть это совершенно нормальное явление для них, а потом у нас где-то тем не менее летописец упоминает собственно как главные имена этого Владимира, Слава и так дальше, то есть те, кто, те, что изначально были. Ну, летописец пишет прямо при дворе Ярослава Мудрого, попробую напоминуть что-то не тут, вот, поэтому, а дальше, там, после смерти Мстислава Великого и распаде единого государства, там дальше уже христианство берет свое, вот, всевозможные, там, Святослава и прочее исчезают. И рюриков-то у нас очень немного, у нас, по-моему, два рюрика или три было всего. Ну, да, там вообще, это вообще не было популярным именем. Не популярное. Да, то есть, ну, как бы, более кредкому, там, если этих Владимир, Сатуслава, Ярослава, там их просто миллионы штук, то рюрик это что-то прям экзотика. Ну, это, опять же, вопрос к тому, что, скорее всего, понимали, что рюрик почти, почти мифическое существо. Даже труда, даже труда понимали. Ну, естественно. И тогда это понимали значительно лучше, чем потом. Потому что тогда-то устная традиция еще была жива более-менее. Ну, вот, собственно. Ну что, сподобалось відео? Тоді не забывай подписаться на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon, чи за реквізитами, що знаходиться в описі під відео. Дякую. Слава Україні! Слава Україні!